Здрасте. Во-первых, о чем видео написано вот тут и в заголовке. Испытываю острую нужду поделиться информацией. Дисклеймер. Это все вот то, что дальше будет сказано ради прикола. Я это обнаружил и вот хочу кому-то рассказать срочно. Дисклеймер. Способ не задействует плагины, но задействует баги. Скорее всего. В общем, да, это лютый багаюз. И использовать это в продакшене или нет, это уж вы сами разбирайтесь. Как говорится, тут я умываю руки. И да, способ, в общем, касается только цветов, к сожалению. Насчет циферок и буковок пока что все глухо. Так, как свапать коллекции переменных? Мы, в общем, все с вами знаем, что вариаблы не свапаются. Они же переменные. На форуме у Figma было написано что-то типа мы готовим для вас классную фичу, связанную с дополнительными модами для мультибрендовых систем, но она доступна, она будет только на интерпрайзе. Там, в общем, как обычно. Компании, у которых интерпрайз, мультибрендовые системы, наверное, не делают, как мне кажется. Их делают агентства, у которых прошки бедняцкие. Ладненько. Давайте, значит, посмотрим, что мы делаем. Во-первых, нам нужна база. Ну, это опционально, но с базой всегда удобно. Я в качестве базы взял Harmony марсианскую. Очень крутая. Марсианам отдельный почет за это. Почему я взял ее? Потому что они здесь прикольную фичу утилизируют. Это matching contrast, так называемый. Короче, контраст матчится зеркально. Если мы взяли, например, в светлой теме вот Red 100, то в темной теме мы можем смело взять... Что это? Red 900. 900. И, как говорится, пиксель в пиксель. Все поменяется, все будет контрастно, красиво, замечательно. Вот. Поэтому я ее взял. Это база. Базовая палетка. Дальше что мы делаем? По знакомой схеме. Дальше мы делаем цветовую схему какую-то семантическую. Слой семантики. Привязываем значения из палетки. Создаем сколько нам надо токенов. И привязываем эти токены к стилю. Стили мы создаем таким образом, чтобы их структура полностью повторяла структуру палетки, чтобы нам с вами не путаться и лишнюю головную боль не добавлять. Потому что вот это вот все, это и так головная боль. Не маленькая. И при чем, обратите внимание, коллекцию семантики токенов мы не публикуем. Почему? Скоро узнаете. Привязываем к стилям и делаем макетики какие-то некие, которые основаны вот на этой цветовой схеме. И обмазаны они именно стилями. Почему мы не публиковали коллекцию переменных, я думаю, мы понимаем почему. Потому что чтобы вот здесь вот когда мы макетики делаем, она нам не мерзила, а вылазили только стили. Вот она, схема 1 наша опубликована, привязана к файлику. При этом в коллекции переменных может быть сколько угодно модов, но 4. У нас у всех с вами прошки. У кого выше прошки, те мажоры. Так вот, может быть 4 мода. Например, light, dark, super, dark, какой-нибудь OLED и что-нибудь еще. И в общем все это будет привязано к стилям. Что мы делаем дальше? Дальше мы эту схему дублируем. И вот здесь вот в семантике, в табличке, перебиваем значение им семантическим токеном на другие. Из базовой палетки этой же или может быть из другой. Опять же у меня здесь, я взял для того, чтобы просто быстрее это все получилось. Там у меня был кто? Цинк 100, здесь Сент 100. Ну то есть название меняем, циферку держим одинаковой. Марсияне, еще раз вам спасибо. Поменялась, цветовая схема стала вот такой вот тепленькой, оранжево-коричневенькой, кофейной, замечательной. Дальше что мы делаем? Мы это все опубликуем вот так вот с этими изменениями. Причем стили не надо заводить, они уже заведены, и тут ничего перепривязывать не надо. Это все привязано вот к этим, собственно, токенам. Дальше мы идем в макетики наши. Макетики мы дублируем. Куда? Дублируем макетики. Макетики 2. Идем в либо. Ждем с... О, отлично. Ой, сколько мне блюрить придется. Корпоративная фигма. Я же не дурак за личную платить, чтобы видео снять. Так, значит, здесь у нас отображается, что libraries available in this file. То есть стили, либо которые в этом файлике у нас доступны. Мы макетики дублировали, у нас связи-то не пропали, а вот привязка библиотек пропала. Идем, значит, нажимаем swap library, ищем здесь в менюшке нашу вторую схему. Поскольку мы там дублировали стили, у нас должны быть все буквы в букву, все имена совпадают. Нажимаем swap. Бум. Супер. Все свапнулось. Теперь нам надо эту схему 2, собственно, привязать, чтобы она не потерялась никуда. Все. Вот здесь вот у нас получается неприятность. На первый взгляд, две коллекции с одинаковыми именами. Это почему? Это потому, что фигме надо обновиться, дать. Немножко подумать, освежиться, и все. И при этом light и dark, он работает замечательно. И здесь тоже light и dark работает. Только здесь схема холодненькая, здесь схема тепленькая. Что дальше? Дальше, как мы понимаем, схему 2. Мы можем опять дублировать, сделать опять новую цветовую схему. Причем две темы. Темную, светлую, черную, какую хотите. Макетики опять дублировать и вот так вот по ключам их цветовые схемы поменять. Вот все. Еще раз. Это багаюз. Не рассказывайте фигме. Надеюсь, они это не поправят. Руки у них не дойдут исправить это все. А то они чем-то другим заняты. Пусть этим и занимаются. Опять же, юзать это или нет в продакшене, дело ваше. Мое дело просто рассказать. Очень сильно хотелось, в себе держать не мог. Ну все. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok